Приветствую вас на канале час ремонта. Сегодня на обзоре очень неплохой перфоратор фирмы Bosch GBH2-28. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на этот перфоратор вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Перфоратор Bosch GBH18V26 – производительный по характеристикам подходящий даже наиболее требовательным мастерам инструмент. Вес агрегата 3,1 кг при габаритах 40 см в длину и 22 см в высоту. Перфоратор Bosch GBH2-28 – профессиональная техника, которая сочетает высокую мощность, производительность и невероятный комфорт эксплуатации. Благодаря полностью продуманной конструкции инструмент имеет пониженный уровень вибраций, что обеспечивает оператору возможность долгой и неутомительной работы. Инструмент оснащен патроном типа SDS+, который позволяет быстро заменить буры. В комплектации 0611-267-600 сам патрон крепится к перфоратору с помощью быстросъемных соединений, что очень удобно, при необходимости вы можете быстро заменить его патроном под гладкий хвостовик для сверления дерева и металла. Индекс F указывает на то, что патрон имеет быстросъемное крепление. Дополнительная рукоятка имеет удобный крепежный механизм, который позволяет закрепить ее в любом положении. В основном комплекте 0611-267-500 вы получаете перфоратор в пластиковом кейсе с боковой ручкой, салфеткой и ограничителем глубины. В комплектации 0611-267-600 GBH2-28F вам дополнительно достанется быстрозажимной патрон 13 мм под гладкий хвостовик. Bosch GBH2-28 – универсальная модель с горизонтальным расположением двигателя, рассчитанная на работу в трех режимах. Сверление, сверление с ударом и долбление. Позволяет быстро сверлить отверстия в высокопрочном бетоне, натуральном и искусственном камне и других твердых минеральных материалах. В зависимости от особенностей работ, число ударов и оборотов пользователь может регулировать в достаточно широком диапазоне. Перфоратор имеет силу удара 3,2 джоуля, максимальные обороты достигают 900 оборотов в минуту, а максимальное число ударов достигает 4000 в минуту. Максимальный диаметр сверления буром 28 мм, а коронкой 68 мм. Инструмент позволяет выбрать оптимальное расположение бура, для этого на переключателе режимов имеется отдельное положение. Система безопасности предусматривает наличие защитной муфты. Еще одна особенность модели, которой не может похвастаться ни один горизонтальный перфоратор, это металлический корпус редуктора. Он не только обеспечивает надежную защиту от механических повреждений, но и эффективно отводит тепло, продлевая срок службы инструмента. Также стоит отметить систему Kickback Control, которая автоматически отключает перфоратор от питания при заклинивании бура, что исключает вероятность внезапных рывков, способных привести к травме оператора. Модель идеально подойдет тем, кто работает инструментом целый день. Активная система гашения Vibration Control существенно снижает нагрузку на суставы оператора. Переключение между режимами работы осуществляется с помощью удобного двухпозиционного тумблера на корпусе. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого инструмента. 880 оборотов на холостом ходу это очень мало. Два раза ломался кабель. Отсутствие фирменной оснастки в комплекте. Дорогие запчасти. При плотной работе живет года 2,5. При долгой работе хорошо так нагревается накладка. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Лучший перфоратор в своем классе. Мощный. Очень надежный аппарат. Высокая ударная сила в 3,2 джоуля. Вибрации практически не ощущаю в руках. Длинный 4-метровый шнур. Расцепительная муфта срабатывает прекрасно. При такой мощности не очень тяжелый. Очень удобен в режиме долбления и сверления. Возможно вы станете владельцем этой модели перфоратора. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!